Здравствуйте, друзья! Я сегодня решил снять видео про фрезерование кромок. То есть, вот таких вот красивых штучках по кромкам любого деревянного изделия. Я здесь расскажу о фрезах, которые для этого используются. Расскажу о фрезерах, которые для этого используются. Расскажу о приемах, которые используются, опять-таки, для этого. Ну и поделюсь, наверное, своим видением и, может, отчасти опытом своим, ну, по крайней мере, своим видением этого вопроса. Ну и, может быть, кому-то это пригодится, то, о чем я сегодня расскажу. Ну, начну, пожалуй, с самого главного, с фрез, которые используются для создания различных кромок. Эти фрезы называются кромочно-колевочными. Отличительной особенностью этих фрез является наличие подшипника в основании. Фрезы могут быть самого различного дизайна. И, в зависимости от этого дизайна, и будет получаться профиль. И размер этого профиля, который будет сниматься по кромке. Ассортимент очень большой. И, в принципе, все зависит от вашей фантазии. Очень много разнообразнейших фрез продается. Почему эти фрезы называются кромочно-колевочными? Дело в том, что есть такой инструмент, называется колевка. Это такая разновидность рубанка, но он только узкий, и у него лезвие не ровное, как у рубанка, не прямое, а профильное, определенного профиля. И, в зависимости от того, какой профиль, такой профиль получается на кромке какого-то изделия. Ну, я не знаю, пользуется сейчас кто-то колевками или нет. Я думаю, что уже мало людей, те, которые пользуются колевками сейчас, естественно, пользуются люди гораздо больше именно фрезерами, потому что фрезеры дают, на мой взгляд, большее количество разнообразных кромок могут дать. И плюс, к тому же, у фрезеров есть неоспоримое преимущество, они могут работать по любым криволинейным поверхностям. А теперь по поводу самого фрезера и инструмента, которым эти самые кромки обрабатываются. В принципе, это можно делать абсолютно любым инструментом. Вот совершенно любым инструментом. И легким, и средним, и тяжелым. Конечно, удобнее работать кромочными фрезерами. Да, и, в принципе, по большому счету качество инструмента именно для кромок особой роли не играет. То есть, именно какой-то очень точный инструмент для этого не нужен. В принципе, подойдет и совсем недорогой этот инструмент. Потому что, скажем так, люфт по штангам это основной бич недорогих дешевых фрезеров. Он здесь особой роли не играет при фрезеровании кромок. Я пользуюсь специализированным кромочным фрезером, потому что это намного удобнее, чем пользоваться двуручными фрезерами. Вот. Я пользуюсь фрезером одной известной фирмы. Ну, я, как видите, залепил логотипы. Почему? Потому что в последнее время участились в комментариях подозрения, что я эту самую фирму рекламирую. Я никаких фирм не рекламирую. Я мастер независимый. И, как бы, чтобы вот этих подозрений не было беспочвенных, мой адрес, я решил залепить логотипом. Ну, да ладно. Я пользуюсь, значит, кромочным фрезером. И, как видите, я сделал самодельную подошву. Для чего я это сделал? Потому что родная подошва, она достаточно маленькая была. вот такая вот акриловая, примерно вот так она заканчивалась. Я удлиняю подошву. Для чего? Я кладу вот так руку. И у меня здесь перпендикуляр. И очень удобно контролировать сам инструмент. То есть, завалов нет. Я кладу руку, нажимаю вот этой вот частью, и все. И поехал. У меня никаких завалов нет. Очень удобно так работать. Теперь непосредственно по поводу самой фрезеровки. Есть как бы два пути. Первый путь. Это когда фреза полностью выпущена на всю длину фрезеровки, которая будет сниматься кромка. И проход делается либо за один раз, либо делается проход, скажем так, некоторыми подходами, вначале не прижимая подшипник к древесине. Мне не очень нравится этот подход, но тем не менее я вам все-таки его покажу, как это все выглядит. то есть я вначале подшипник как вы видите не подводил и только уже подшипник подвел после второго прохода. Как бы этот фрезер достаточно мощный, в нем 1400 ватт, он в принципе спокойно за один проход это все делает. Но если пользоваться достаточно массивной как бы фрезой и маломощным фрезером, то могут возникнуть проблемы. Поэтому для этого существует другой путь. И этот путь мне нравится гораздо больше. Это путь вот такой. То есть как бы постепенно выпускается фреза и делается например за два прохода. до конца. А дальше я по упору делаю уже упираю в револьверный упор до конца и уже вторым проходом я делаю окончательное чистовое фрезерование. получается то же самое. Сейчас вот эту сниму. то же самое. Но когда идет с двух проходов, то фрезеровка как бы гарантированно становится чище. Теперь по поводу я видел такую технику значит когда начинают фрезером скажем так вот елозить туда-сюда. постепенно как бы снимая по слой-слой-слой-слой как бы это неправильная техника на мой взгляд. Почему? Потому что есть такое понятие как попутное встречное фрезерование. Об этом нужно знать. Сейчас я об этом поподробнее расскажу. Теперь про попутное встречное фрезерование. Фреза любого фрезера абсолютно любого она и конструкционно так сделана вращается против часовой стрелки и не подразумевает вращение в другую сторону. Все всегда вращается против часовой стрелки. И поэтому подачу нужно делать тоже как бы если смотреть сверху против часовой стрелки. То есть получается что материал подается на режущую кромку фрезы. Подается на режущую кромку фрезы и так снимается. Это называется встречное фрезерование. Попутное фрезерование это наоборот когда фрезер скажем так вот с этой стороны ведешь и в эту сторону это очень опасное занятие я даже не хочу очень демонстрировать немножко этого боюсь дело почему потому что при таком подходе есть начинай фрезеровать вот отсюда и вести сюда по часовой стрелке то фрезер начнет из рук вырывать но кто фрезеровал тут наверное знает и удержать его достаточно сложно проблема тут в том что рука как бы наши она не жесткая как бы люди поэтому его так начинает резко дербит особенно если глубоко туда его скажем так погружать сразу поэтому надо всегда фрезеровать в одну сторону против часовой стрелке если смотреть сверху то есть от себя справа налево получается тогда не будет никаких проблем и поэтому если уже вы как бы делаете таким образом что с одного раза не прижимаете подшипник потребление снимаете как бы слоями то хотя бы для тогда делайте так прошли не скажем так небольшой этот отрезок возвращаетесь назад но возвращайтесь не вот мелодия так как-то фрезер работает под нагрузкой и фрезеруют потому что будут вот такие вот очень резкий вырву вдруг хотя бы вот так это должно выглядеть не надо туда-сюда его делось прошли один проход нет не касаясь подшипником древесины и тогда уже второй проход но лучше я по крайней мере так работаю я ступенчато выпускаю фрезу если предположим не надо сделать там 10 заготовок я прохожу один проход на 1 убираю и беру другую второй полный цикл делаю затем беру опять первый выпускаю фрезу уже до конца и прохожу уже в чистовую теперь по поводу того откуда начинать фрезерование есть как бы две позиции первой позиции это когда фрезеруется по вдоль волокон древесины а затем поперек волокон древесины а вторая это когда фрезеруется вначале поперек а затем вдоль и как бы есть у одной и у другой есть и сторонники и противники это примерно как ситуация как перед болгаркой и споры как бы здесь не заканчивается ну я скажу так что тут много зависит еще от породы древесины с которой работаешь зависимости от того какая древесина я лично работаю вначале вдоль волокон а затем поперек сейчас покажу как я примерно это делаю я буду фрезеровать как бы с двух раз то есть в два прохода во второй раз выдвину фрезу больше вот я сделал один проход и теперь выдвигаю фрезу на полную глубину надо я не прошел вот здесь еще сейчас назад немножечко верну ну а теперь я фрезу опуская на полную глубину получается вот что я думаю что когда фрезеруется таким образом что вот эта кромка которой я подхожу уже отсюда сюда она уже подготовлена она снята то есть профиль этот снят уже и поэтому в принципе как бы вырываться здесь уже нечем а если она не подготовленная то она как бы вырвется сюда но при этом как бы мы можем пойти потом дальше как бы вот этот вырыв убрать но мы не знаем до какой степени может произойти этот вырыв он может произойти глубже вот сюда глубже произойти и может произойти сюда глубже то есть вырвать достаточно большое количество древесины а при таком подходе на мой взгляд при таком подходе как бы вот эти вырывы они минимизируются но это как бы мое мнение я работаю так вполне возможно что кто-то получает хорошие результаты начиная с того когда работают поперек а тут еще раз повторяю все зависит от того какая еще древесина и вот того насколько острые фрезы если работать по каким-то криволинейным поверхностям то по большому счету есть как какой-то круг или какая-то сложная форма то по сути дела не имеет значения откуда начинать можно начинать вообще в принципе с любой точки фрезеровать а теперь еще несколько моментов по поводу фрез фрезы должны быть острые ну как бы не обязательно фрез там может быть должны быть какие-то фирменные дорогущие но они должны быть острые если фреза тупая то ничего хорошего не получится во первых будут вырывы везде вырванные волокна во вторых будут прижоги и сама работа общем то будет очень некачественные и работа будет так сказать вульгарно выглядит фрезы должны быть острые это первое второе фрезы нужно надежно закреплять ключом плотно чтобы они никуда не съезжали это тоже обязательно условие это вообще как бы не обсуждается потому что это просто техника безопасности чтобы фреза при оборотах 20000 никуда там не улетел вам глаз или так далее по поводу оборотов но это все достигается опытным путем и все зависит естественно от диаметра фрезы от того как бы какая у вас насколько глубина выпущена фреза насколько она опущена регулируются обороты и опытным путем нужно как бы это подбирать для того чтобы не было прижогов для того чтобы не рвало древесину но мы единственно что много советовать это стараться не останавливаться на каком-то месте потому что когда останавливаешься как правило в этом месте остается прижок нужно идти всегда равномерно и как был опытным путем нужно потренироваться и подачу как бы понять с какой скоростью нужно двигать фрезер нужно это делать и не быстро и немедленно и не вот так как бы вот это вот вообще вот так и не вот так все это какая должна такая скорость чтобы фреза спокойно снимала древесину ну вот наверное все о чем я хотел рассказать в этом видео может что-то упустил вроде как основные темы все затронул теперь по поводу фрезерования тех же кромок на фрезерном столе если вам эта тема интересна то оставляйте комментарии я возможно сниму видео тоже на эту тему потому что мне например намного больше нравится фрезеровать на фрезерном столе тем более по большому счету не такая ты большая роскошь сделать самому фрезерный столу никаких собственно проблем я в этом не вижу у меня снова 2 самодельных тетянах стал а и вполне приличные результаты получаем на них просто она обрабатывать любые кромки на фрезерном столе намного комфортнее чем обрабатывать вводя инструмент по заготовке особенно когда у такие небольшие заготовки намного комфортных обрабатывать на фрезерном столе я пользуюсь кромочником только когда уже деталь действительно большие и мне не комфортно их водить по здоровой и тяжелой и по фрезерному столу естественно и тогда работают вот этим инструментом но теперь наверное уже и все спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал